Мухаммад, Мухаммад, ас-салату и ас-салам Наш путь – это сахбет, и в собрании заключено благо. Пусть этот праздник, Ид, будет благословенным для всех нас. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть мы все обретем его довольство. С праздником! Да защитит Аллах исламский мир, да пребудут они на праведном пути, инша Аллах. Это хадис шариф нашего святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Мы читали его. Сегодня наиболее благословенный день у Аллаха. Яуму Нахр Ва Яуму Улкар. Яуму Эн Нахр означает, что сегодня Курбан Байрам. Десятое Зульхиджа – это первый день праздника Ит-Аль-Адха и лучший день в глазах Аллаха. А значит, это лучший день и для нашего святого пророка, для мусульман и верующих. Конечно, есть и благословенные ночи. Но что касается дней, то наш святой пророк говорит, что десятое число месяца Зульхиджа – это самый добродетельный день, потому что в этот день совершается много обязанностей, фардов и ваджибов. Что означает святой день? Это душевное довольство и умиротворение. Аллаха Заваджала дарует это чувство людским душам, и это довольство будет длиться до Ахирата, оно будет вечным. Некоторые люди ищут его в этом мире. Они делают все, чтобы здесь быть счастливыми. Такое счастье длится недолго, минуту или час. Оно приносит довольство и радость, но это ненадолго. У вас не будет его уже через час или день. Если вы будете снова делать то же самое, оно опять исчезнет таким же образом. Оно ненадолго. Вы можете делать все, что делает вас счастливыми в этом мире и удовлетворяет ваше эго. Через час, через день, через месяц вы скажете, «Я сделал так много всего». В этом нет никакой пользы, и это ненадолго. Это делается в тот же час и остается там. Это то, что не имеет никакой пользы для будущего. То, что не приносит довольства Аллаху, позже приносит беды, и все становится еще хуже. Аллах Азаваджала говорит, «Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Пусть они обретут счастье от того, что они делают». Если они совершают добрые дела и выполняют веления Аллаха, они должны быть счастливы. Это счастье не является временным, оно будет длиться вечно. Когда ты умрешь, оно останется с тобой. Оно будет с тобой в судный день. Оно будет с тобой в раю. Это счастье будет с тобой вечно. Как мы уже говорили, счастье этого мира быстротечно и бесполезно. Даже Карун, который был настолько богат, чего только у него не было. Но в итоге его богатство никак не помогло ему. Это самый большой пример. Есть и небольшие, например. Люди говорят, что они хотят жить. Мы хотим жить. Под словом «жить» они понимают то, что они хотят удовлетворять свое эго. Не молиться, не поститься, вообще ничего не делать. Когда они этого не делают, они думают, что живут. Они думают, что живут, когда занимаются всякими учебными делами. Но, как мы уже сказали, в этом нет пользы для их будущего. Вся эта радость и счастье исчезнут уже через час. Те, кто хочет настоящего счастья, они должны искать его вот в таких днях, как сегодня, в такой святой день. Когда вы счастливы, Аллах дарует вам еще больше счастья и радости. Да благословит Аллах эти дни. Давайте же будем отличать важное от пустого, инша-аллах. То, что хорошо, оно будет с нами вечно, а то, что касается этого мира, подобно миражу. Люди, которые видят мираж в пустыне, точно так же довольны своей мирской жизнью. В ней нет никакой пользы для нашей будущей жизни. И то, к чему вы придете в конце пути, сильно огорчит вас. Пусть Аллах благословит эти дни. Пусть он пошлет нам всем довольство. Пусть с нами будет барака. Пусть Аллах защитит нас от всякого зла. Инша-аллах. Пусть он поможет исламу. Есть мусульмане, которые сейчас подвергаются испытаниям. Да возвысит Аллах их уровни. Мы говорим, что такова их судьба, потому что они терпеливые люди. Даже испытывая сильные страдания, они продолжают восхвалять Аллаха, принимая, что это пришло от их Господа. Они довольны. Да поможет им Аллах. Инша-аллах. Субтитры создавал DimaTorzok